Здравствуйте! Сегодня хочу рассказать свой отзыв о таком чае стэш. Я заказывала его с iHerb. Это чай с лакрицей. И при том там не только лакрица, но еще некоторые такие приправы, которые добавляют интересный вкус этому чаю. Я знаю, что есть люди, которые любят лакрицу, есть люди, которые вообще ее не воспринимают. Еще по-другому она называется солодка, для того, чтобы вы понимали, что это такое. Здесь было 20 таких вот чайных пакетиков. Ну, я уже использовала. Было удобно то, что можно поставить его так вот и постепенно использовать эти все 20 пакетиков. Это травяной чай. Он без кофеина. Если для кого это нужно знать точно, то это точно без кофеина чай, без ГМО. И мне понравилось то, что тут состав очень прикольный. Вот вы сейчас видите, что это корень лакрицы, корица, апельсиновые шкурки, ванилька, там еще какие-то корицы, всякие еще какие-то элементы, которые добавляли очень классный вкус этому чаю. Я не знаю, насколько можно его описать, но он травяной. Каждый этот пакетик его хватало надолго. То есть я могла заварить два раза этот пакетик. Это не то, что я там себе не могу позволить еще купить этот чай, но он действительно такой, что его можно использовать два раза. То есть очень большая концентрация вот этих всех элементов, которые там есть в составе. Заварила его кипятком. Ну, как бы кипяток заварился, да, и через полминуты я заливала чайный пакетик. Интересный вкус у него был. Цвет у него такой желтенький был. Ну, соответственно, этот травяной чай, он не будет слишком темный или слишком такой прямо закрашенный, поскольку тут, в принципе, в составе нету никаких таких элементов, которые это могли бы дать. Вкус интересный. То есть это похоже чем-то на микстуру для горла. Если вы знаете, что солодка, она как раз добавляет такое отхаркивающее действие, когда вы, например, болеете. Я его даже пила, когда болела коронавирусом, поскольку нужно было пить теплое очень много. Он интересный, этот вкус, поскольку он сладкий. Хотя тут в составе нету вообще сахара, но сама солодка по себе, она дает сладость. И вот если вот пить этот чай, то я, например, пью чай без сахара. А если я пью этот чай, то такое ощущение, что он, ну, как туда кто-то добавил сахара. То есть если кто-то не любит сладкий чай, то это, в принципе, не ваш вариант. Или просто нужно разводить водой, чтобы он не был такой сладкий. Я не говорю, что он будет сильно притерный, но вкус очень интересный у него. Действительно сладостью отдает, лакрится там. И чуть-чуть еще есть привкус этого аниса, если ошибаюсь. Вот это, кстати, оно добавляет тоже такой привкус небольшой. Мне понравился этот чай. Я еще, скорее всего, его закажу, поскольку это как бы такой обман моего организма и моей психики о том, что я пью чай с сахаром, то есть что-то сладенькое пью, а не ем там какие-то пирожные. Было интересно попробовать. Действительно приятное сочетание этого аниса, корицы и самой этой лакрицы. Если вы любите лакрицу, это как раз ваш вариант. Если вы не любите сладкое, то его нужно просто разводить большее количество воды. Интересует, пробовали ли вы этот чай? Если да, то насколько наши мнения совпали. И спасибо, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал и всем удачи. Пока!